Библейский портал экзегет.ру представляет О разнице между Богом Израиля и идолами А соответственно о том, что Господь заботится о своем народе И так или иначе выстраивает историю сам Здесь единственное, что необычно Названы конкретные вавилонские божества в самом начале На коленях Белл, повержен Нево Навьючины истуканы на животных Кого прежде на праздниках носили Усталось животное теперь их тащит Повержен они на колени, бессильны спасти эту ношу Сами отправились в изгнание Тоже такая очень яркая сатирическая картина Дело в том, что в Вавилоне, действительно Древнем культурном, религиозном и прочем центре Были торжественные процессии, на которых, собственно говоря Был парад божеств, вот этих самых идолов разнообразных И по улице, которая посвящена вот этим процессиям Центральной улице, несли вот эти изображения На праздниках, а теперь их тащат животные Что это значит? Ну, скорее всего, город взят И идолы, они же так хорошо сделаны, богато украшены Они стали военным трофеем Их победители увозят к себе И вот эти идолы не только оказались неспособны спасти Вавилон От нашествия персов от царя Кира Но, более того, они сами не способны себя спасти Их грузят на какого-нибудь осла и вала И животные тащат эту ношу, словно пустое бревно Ну, а в чем разница с богом Израилей? Так уже, наверное, понятно Слушайте меня, дом Иакова Остаток дома Израиля Кого я принял при родах От чрева матери нянчил Я до старости вас не оставлю До седых волос буду нянчить Я создал, я и буду носить И поддерживать, и сберегать Тоже несет он своих людей, свой народ Но совершенно по-другому Не как бревно тащат куда-то там по хозяйственным нуждам А как носят любимого младенца, новорожденного Кому подобите меня, кто мне ровнее С кем сравните, чтобы мы были с кожей И дальше опять про идолов Которые делаются за большие деньги Вавилон действительно был богатым городом Ну и явный контраст Вот Господь родил и заботится А тот, кто делает идолов Он тратится, созидает И должен потом как-то вот оберегать этого идола И тоже, наверное, не очень получится Высыплют золото из кошеля Выложат на весы серебро Наймут ювелира, чтобы сделал им Бога Да и падут ниц пред ним На плечи возьмут и понесут Поставят на особое место Так и стоит, он с места не сойдет Хоть кричи ему не ответит От беды не избавит Твердо помните об этом Да и вы, отступники, возьмите на заметку Вспомните, что издревле бывало Такой некоторый намек, наверное, на израильтян Которые тоже периодически скатывались к этому поклонению идолам Я Бог И нет иного Бога Никто мне не подобен Я от начала грядущее Я от начала грядущее возвещаю Издревле то, что еще не сбылось Говорю, мой замысел Исполняется И свершается Что мне угодно Ну, много раз Вот это было Объяснение Того, что было И предсказание того, что будет И есть признак Настоящего Бога И снова немножко про Кира Призвал я орла с востока Издали Мужа, что мой замысел свершает Что сказал я, то исполню Что я задумал, то и сделаю Послушайте меня, упрямые сердца От правды вы так далеки Но я приблизил к вам правду Она недалека Не замедлит спасение мое Сион одарю спасением Израиль величием моим И вот эти слова Вы отступники От правды вы далеки Напоминают, что все-таки Господь упрекает израильтян Что все-таки Вот эти отношения Они еще очень далеки от идеальных Но Он работает над этим Он стремится их Уже после того, как они Отслужили свое заключение в Вавилоне Стремится их привлечь к себе Уже другим тем, что Он пророчествует о скором возвращении В родную землю О восстановлении Израиля и Иерусалима Это действительно должно Произойти и произойдет Если первая часть книги Исаии Она полна грозных предупреждений То вторая, вот начиная с 40-й главы В ней есть, есть иногда упреки Но в основном это все-таки Такой радостный гимн Будущего нового исхода Будущего возрождения Что, конечно, в истории случилось Субтитры создавал DimaTorzok